Всем салют дорогие друзья! С вами канал Китай стал ближе и я Владимир. Сегодня мы займемся тем, что будем делать фармикарий. Фармикарий будет вот такого вот рода. Задумка конечно сложноватенькая, но я посмотрел и даже придумал как все это сделать. Значит будут 4 стеночки, как в аквариуме, дно делать не будет. Вот здесь вот будут мураши, а вот здесь вот будет аренка. Что нам надо для первого этапа? Для первого этапа нам понадобится 4 стекла. Вот 4 стеклышка, вот таких вот. 2 стекла у нас будут 150 на 200. 150 на 200. И 2 стекла будут у нас 200 на 300. Сейчас мы их будем склеивать. Для склейки стекла нам понадобится вот 4 уголочка. 4 уголочка здесь со внутренней стороны. Я их облепил скотчем. Такой поролоновый скотч мягенький. И скал не нашел. Где-то канцелярские зажимы у меня были, не нашел. Так что буду использовать скрепки. Ну что ж, давайте. Сначала нам надо собрать. Собрать основную конструкцию. Приступаем к сборке. Стеклышки советую вам. Вот я вырезал сам, да, на работе вырезал. А вам советую, если будете где-то заказывать, потом краешки стекол пройдите шкурочкой. Аккуратненько обработайте края, чтобы вам не порезаться. Я вот все краешки обработал. У меня все краешки кругленькие. То есть я уже уверен, что я не порежусь. Ну что ж, давайте собирать. Сборка будет происходить вот таким вот образом. Значит, ставим вот так два стеклышка. Сбоку накладываем, ставим в торец, ставим в торец, сбоку накладываем уголок и прищепками закрепляем. Вот так вот закрепляем прищепками, но нам надо так сделать, чтобы у нас было свободное место, где у нас пройдет силикончик. И нам надо, чтобы у нас был зазор. Зазор между стеклами должен составлять где-то порядка от 1 до 2 мм, чтобы у нас попал туда силикон и наши стекла там держались. Ну что же, основная конструкция у нас собрана. И теперь нам надо подложить листы и бумаги, чтобы не испачкать при засиликонивании. Чтобы силикон не попал у нас на стол и потом не попало нам. Выравниваем, чтобы все зазоры были одинаковые. Все-таки давайте, чтобы сверху у нас закреплено, а снизу, чтобы зазор оставался, мы засунем зубочисточки, чтобы сохранить зазор, чтобы зазор у нас был. И теперь приступим к заливке силикона. Силикон я использую для аквариумов, герметик для аквариумов. Давайте придерживая, наносим его. Нам надо обязательно, чтобы он попал в щели. Если что-то где-то испачкали, не бойтесь, потом все это подотрется. Когда высохнет, мы уже сможем снять лишний силикон. Давайте все-таки немножко подотрем лишнее. Итак, вот, основная заготовка у нас готова. Сейчас она будет застывать. А я сниму внутренний размер, замерю, вырежу еще внутренний размер. Свертик сделаю, стеклышко. Скорее всего, будет пластмассовое, чтобы можно было перекрыть камеры. Но пока все. Ждем, когда застынет вот наша заготовочка. Когда она застынет, тогда мы продолжим с вами уже. Итак, дорогие друзья, простоя луночку, силикон высох, все хорошо. И теперь давайте распакуем стеклышки, которые я принес, и будем их подгонять. Еще раз повторюсь, я вырезаю стекла на работе. Вы, если будете где-то у кого-то заказывать, просить, просите, чтобы вам обработали кромочку стекла. Это вам нужно для того, чтобы не порезаться. что ж, давайте у нас подгоним, теперь попробуем, где вверх, где вниз. Вот это будет полочка. Да, вот это будет полочка. А, вот это будет боковинка. Никак не встает. Чуть-чуть я промахнулся с размерчиками, но ничего страшного. подрежу силикончик, и все встанет. Значит, закрепили, теперь нам осталось только просиликонить. и после того, как просиликонит, высохнет, и я уже покажу вам, что получилось. И так, вот что в итоге у нас получилось. Постоял денек, силикон высох. Единственное, что мы не сделали, это еще я не сделал низ. Но низ я пока приклеивать не буду, поскольку здесь я наложу стекло, но не буду приклеивать. Я сначала залью гипс, когда высохнет, чтобы удобнее было доставать, здесь вот заклеено, скотчем, скотчем мы отклеиваем, и спокойно вынимаем гипс. Упростим себе задачу, чтобы потом не мучиться, не вынимать. Значит, что получилось? У нас получилось вот здесь вот арена для муравьев, а вот в этом пространстве будет уже ихний домик, где они будут бегать, лазить и все остальное. Получился довольно-таки большой, я, наверное, слишком размахнулся, по ширине, ширина 4 сантиметра, я думаю, это перебор. Ну, что ж, это пробный, если что, потом можно будет убавить, если кто-то будет делать, уже можно сделать по своим размерам. А на данный момент, сейчас подрежу силикон, и буду уже из пластилина вылепливать разные, разнообразные ходы. Но это я буду делать уже завтра, в субботу. А на сегодня все, как раз это была первая часть видео, как склеить все. Конечно, получилось немного неаккуратно, лишний силикончик уберем, еще сломался пистолет, как назло, для силикона. Так что вот, пришлось вот такими варварскими методами действовать. Ну, в принципе, как получилось, мне нравится, все держится, все хорошо. Вот такой вот аквариум получился. Вот так. Который в дальнейшем перерастет в формикарий. Ну все, ждите вторую часть видео. Всем пока, всем до новых встреч. Заходите в описании, там найдете много интересных ссылочек. Я думаю, до следующей пятницы. В следующей пятницу я его уже надеюсь доделать, доделать и показать вам. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok